SCP-4158 С SCP-4158 необходимо удалять избыточную массу. Полученное в процессе мясо сжигается. До и после удаления лишней массы необходимо проводить рентгеновское исследование SCP-4158. Если не проводятся эксперименты, необходимо проводить очистку камеры содержания раз в неделю. Питание SCP-4158 состоит из сырой говядины, соломы, дерева и кирпичей. Постоянное наблюдение не требуется. SCP-4158 должен проходить проверку 3 раза в сутки, в случае если рост объекта не удастся сдержать. Класс объекта может быть пересмотрен. Описание. SCP-4158 это быкоподобное существо, размерами 3,4 метра в высоту и 5 метров в длину на момент описания. Кожа тонкая, полупрозрачная, легко рвется. SCP-4158 частично слеп. Его голова имеет форму луковицы и мало похожа на характерную для подсемейства бычьих, от которых существо предположительно происходит. SCP-4158 умен, послушен, не различает персонал, который его кормит и чистит камеру. SCP-4158 не производит экскрементов. SCP-4158 постоянно прибавляет и в размере, и в весе. Пока это происходит, излишки массы должны срезаться каждую неделю. Тесты показали, что сокращение диеты SCP-4158 не тормозит его рост. Дополнительные тесты показали, что мясо, удаленное с SCP-4158, более не демонстрирует роста. Мясо, производимое SCP-4158, самого низкого сорта по шкале Министерства сельского хозяйства США и не демонстрирует аномальных свойств. Несмотря на это, получившееся мясо необходимо сжигать, со всеми мерами предосторожности. Когда с SCP-4158 не срезают излишки мяса, из него начинают формироваться новые части тела, включая конечности, гениталии и в редких случаях органы. Анатомия расположения внешних наростов обычно случайна. Максимальный SCP-4158 отрастал до 8,5 метров в высоту и 9,8 метров в длину. Прежде чем фон начал противостоять разрастанию, он имел 7 лап, 5 желудков и 3 языка. Эксперименты с SCP-4158 прекратились, когда он начал демонстрировать генерацию нервной ткани. SCP-4158 был найден утром 16 декабря 2004 года в Крюдсен, Индиана. Многие местные жители позвонили в службу по контролю животных и рассказали об огромной корове, которая идет по трассе 17. Два офицера этой службы были отправлены, чтобы расследовать эти сообщения. После обнаружения SCP-4158 офицеры службы по контролю животных связались с полицией в 9 часов 34 минуты. Агенты фонда запросили специалистов по содержанию из зоны 64 для перевозки. Сотрудники службы по контролю животных были обработаны амнезиаками класса А. Их дело было закрыто рапортом о том, что существо было оказавшееся в этой местности облысевшей коровой. SCP-4158 был перевезен в зону 64 в 12 часов 46 минут, без сопротивления со стороны объекта. Специалисты по содержанию отследили место происхождения SCP-4158. Им оказалась скотобойня под названием «Квартал Мясника». Там был найден один работник, Барни Моссман, и менеджер, Джефф Файн. Они были взяты под стражу агентами фонда. Еще один сотрудник, Рори Гилдсон, был позже обнаружен у себя дома. В... Он не вышел на работу в связи с болезнью. Все трое были доставлены в зону 64 для допроса. Интервью с Барни Моссман. 17.12.2004. Опрашиваемый Барни Моссман. Опрашивающий Доктор Ривз. Начало протокола. Декабрь 17.2004. 14 часов 47 минут. Опрашивающий. Ваше имя Барни Моссман, правильно? Барни кивает в знак согласия. Опрашивающий. Для записи. Мистер Моссман кивнул головой в знак согласия. Барни Моссман. Блин, мужик, для чего я здесь? Опрашивающий. Мистер Моссман. Я уверен, вам это говорили. Вы тут для того, чтобы ответить на вопросы о большом богоподобном существе, которое якобы принадлежит вашему работодателю. Барни Моссман. Вы про Большого Чарли. Опрашивающий. Так зовут существо или вашего работодателя? Барни Моссман. Это корова. Не я так решил. Его уже так назвали, когда я пришел туда на работу. Несколько лет назад. Опрашивающий. Так вы не знаете, откуда оно взялось? Барни Моссман. Не, мужик, я ничего не знаю. Опрашивающий. Совсем ничего. Барни Моссман. Ну, я имею в виду, что все, что я знаю, это то, что мы кормили его сеном. Но оно еще жрет все вокруг. Даже доски. Даже кирпичи. И иногда даже других коров. Опрашивающий. А как долго это существо у вас? Барни. Я тебе сказал, мужик, я не знаю. Я работал там около четырех лет. И оно уже там было, когда я начинал. Они говорили мне никому не рассказывать о нем. Опрашивающий. Интересно. А почему бы просто держали это живьем, а они отправили на мясо? Барни. Мужик, это меня не... Я просто кормил хренову штуку. Они мне не говорили ничего. Опрашивающий. Ладно. Ну, еще что-то можете сообщить? Барни. Не, я его почти не видел. Я просто иногда засовывал сток сена в его загон. Это было вообще не мое дело, я сторож. Опрашивающий. Ладно. Так где вы были, когда существо сбежало от вашего работодателя? Барни. Я был дома, потому что была ночь. Опрашивающий. А чем вы занимались? Барни. Ну, я просто сидел за компьютером где-то до одиннадцати. Затем я пошел спать. Вот так. Можете посмотреть историю браузера. Клянусь, все так и было. Опрашивающий. И что случилось, когда вы пришли утром на работу? Оно пропало? Барни. Я опоздал с утра, потому что до этого проснулся посреди ночи. Мистер Файн был в ебаном бешенстве. Он сказал, что я или Рори продали его нашим конкурентам. Чего, как я уверен, точно не было. Мы там одни такие на, блин, тысячу миль вокруг. Опрашивающий. А вы знаете, каким образом оно могло сбежать? Барни. Вообще нет, мужик. Его загон был самым мощным загоном из всех, что я видел. Его мог открыть только тот, у кого есть ключи. Опрашивающий. Вы считаете, что Рори Гилсон или Джефф Файн могли продать его? Или что? Барни. Вообще нет, мужик. Эти двое любили эту хрень. Рори относился к нему как к сыну или типа того. И мистер Файн бы никогда так не сделал. Опрашивающий. Поясните для нас, почему мистер Файн бы так не сделал? Барни. Я не знаю, мужик. Он относился к этой хрени как к идолу. Как я сказал, они никогда не говорили мне, зачем они его держали. Так что я не знаю, почему. Просто знаю, что они бы так не сделали. Опрашивающий. А Рори Гилсон может знать, Барни? Возможно. Если вы хотите узнать что-то о Большом Чарли, спросите у него. Я просто кормил его. Но Рори чистил его. Следил за ним. Прочей фигней занимался. Опрашивающий. Ну тогда ладно, мистер Моссман. Если это все, что вы можете сказать, мы закончили. Конец протокола. Интервью с Рори Гилсон. Опрашиваемый. Рори Гилсон. Опрашивающий. Доктор Ривз. Начало протокола. Декабрь 17, 2014. 22 часа. Опрашивающий. Вас зовут Рори Гилсон, верно? Рори. Все верно. Опрашивающий. Ладно, давайте начнем интервью. Рори. Ладно. Опрашивающий. Так что вы можете сказать мне по поводу коровы? Рори. Ну а что вы хотите узнать? Опрашивающий. Давайте начнем с самого начала. Что это за штука? Рори. Ну я сам не особенно много знаю. Мы купили у кого-то беременную корову. Ну типа две по цене одной. И в один прекрасный день теленок вывалился из мамы коровы. Ну типа просто прорвался через грудь. У него не было поповины. И он не двигался. Мы подумали, что подох. Еще он выглядел типически стрёмно. Мы вытащили его наружу. На утро он проснулся. И уже пытался забраться обратно в коровник. Мы подумали. А этому мелкому парню? Может кто-то захочет его купить для научных исследований или шоу родов? И пустили его внутрь. Опрашивающий. Как давно это было? Рори. Это было 9 лет назад. Мы пытались избавиться от него, разместив рекламу в местных газетах. Опрашивающий. Подождите, реклама о продаже чудовища? Рори. Ага. Заметка редактора. Реклама была успешно удалена из всех источников. Опрашивающий. Ладно, продолжайте. Рори. Что? Опрашивающий. Ничего, просто продолжайте. Рори. А, ну хорошо. Ну мы отправили рекламу, но никто не заглотил наживку так-то. Мы решили, что это просто пустые траты оставлять его. Отпускать в природу, это, наверное, не очень хорошая мысль. Мы не знаем, что это, и если бы мы так сделали, ну это бы ебнуло экосистему или типа того. Так что мы решили вырубить его из жалости. Мы достали пистолет для забоя скота, наставили между его глаз капелек и нажали на курок. Прозвучало такое хрясь, но ничего не случилось. Опрашивающий. А вы уверены, что оружие не было испорчено или еще что-то? Рори. Ага. И когда мы попытались снова, оно снова сломалось. Мы решили перерезать ему горло и так и оставить, но он лишь слегка покровоточил. Потом мы попытались вырезать его глотку целиком, но это все еще не слишком его впечатляло. Тогда мы решили разделать все его тело, прямо там, где он стоял. Когда мы закончили, остался стоять один лишь скелет. Мы хотели немного отбить нашу покупку и смешали его мясо с остальным, надеясь, что никто ничего не заметит. Опрашивающий. А откуда вы знали, что мясо не было токсичное или что-то еще? Рори. Ну мы не знали. Через несколько месяцев мы узнали, что он отращивает все, что мы с него срезали. Мы отрезали еще немного и сами попробовали. У него такой же вкус, как у обычного мяса. Это было чудо. Одна корова, которая жрет вообще все, что перед ней поставишь, и производит бесконечное мясо. Конечно, у нас есть и другие коровы, ну типа для вида. Так, чтобы люди не задавали вопросов, откуда мясо. Но они не такие, как Большой Чарли. Если они подойдут к Чарли слишком близко, и он будет голоден, он их тоже сожрет. Но нам на самом деле пофигу. Он производит больше мяса, чем все другие коровы вместе взятые. Опрашивающий. Замечательно. Вы что-то еще можете сообщить? Рори. Но он бесплоден. Опрашивающий. Ладно, еще что-то. Рори. Ну не совсем, это все, что тут можно сказать. Но вы не можете у нас его забрать? Он наша частная собственность. Благодаря нему у нас вообще есть работа. Вы по закону не можете его забрать? Опрашивающий. Конечно. Рори. Ну а еще я присматривал за ним. Опрашивающий. Вы можете предположить, как он сбежал от вас? Рори. Не могу. Барни всегда следил внимательно. И сам этот загон самый мощный из всех, что мне встречались. Он никак не мог сломать его. Да и мистер Файн бы такого не допустил. Опрашивающий. Вот как? Знаете почему? Рори. Подозреваю, что потому что оно обеспечивает нас. Оно причина того, что у нас есть работа. И может быть что-то большее. Файн считает его своим домашним животным. Ну или типа того. Он любит Большого Чарли. Опрашивающий. Интересно. Есть еще что-то, чтобы вы хотели сказать? Рори. Да я думаю нет. Когда я снова смогу увидеть Большого Чарли? Опрашивающий. Вы не сможете. Спасибо за сотрудничество. Похоже мы закончили. Пол первого ночи. Конец протокола. Интервью с Джефф Файн. 18-12-2004. Опрашиваемый. Джефф Файн. Опрашивающий. Доктор Ривз. Начало протокола. Декабрь 17-го. 0 часов 15 минут. Опрашивающий. Вы Джефф Файн. Верно? Джефф. Да. Опрашивающий. Вы владелец скотобойни под названием Квартал Мясника. Джефф. Да. Опрашивающий. Того места, где по утверждению ваших сотрудников держали и кормили богоподобное существо. Джефф. Да. Опрашивающий. Вы можете как-то больше рассказать? Джефф. Я купил беременную корову у одного чувака. В итоге она родила. Это был Большой Чарли. Опрашивающий. Я знаю о рождении существа. И о том, как вы срезали с него плоть. Есть еще что-то, что вы можете рассказать? Джефф. Мы пытались продать его. Думаю, что кто-то захочет его изучать. Или еще что-то. Но никто даже не интересовался. Я сказал парням прибить его. Но устройство для забоя скота не пробило его череп. Тогда они попытались разделать его прямо там, где он стоял. Последующие несколько дней. Мы просто ждали, когда он помрет. Но заметили, что он отращивает себе все обратно. Тогда мы и приняли его благословение. Опрашивающий. Ладно. И что вы делали в ночь на 12 декабря 2004 года, когда тварь сбежала? Джефф. Я поклонялся. Опрашивающий. Кому, когда и где? Джефф. Зачем вам это знать? Опрашивающий. Мистер Файн, отвечайте на вопрос. Джефф. Большому Чарли. Опрашивающий. Хм. Джефф. Я совершал это каждую ночь. С тех пор, как мы его получили. Опрашивающий. А зачем это? Джефф. Вы слышали, что сказано? Он не чувствует боли. Его нельзя убить. Он обеспечивает наш. Он наш спаситель. Опрашивающий. Так, а почему вы решили, что ему надо поклоняться? Джефф. Я просто почувствовал нечто рядом с ним. Я могу сказать, что он жертвует себя нам. Даже после того, как мы, бессердечные ублюдки, выгнали его. Он попытался забраться обратно в амбар. Тогда я понял. Он заботится о нас. Опрашивающий. И как же вы ему поклонялись? Джефф. Ну, я открывал его загон. Снимал одежду, чтобы предстать чистым перед ним. Ложился и получал его благословение. Опрашивающий. Как вы это делали? Джефф. Я пил из него кровь. Ему она не нужна. Его сердце качает и производит ее для нас. Опрашивающий. И как вышло, что вы не рассказали друзьям об этом? Джефф. Я знаю, что Чарли они не понравятся. Я видел, как он реагирует на них, когда они рядом. В особенности по сравнению со мной. Он также обеспечивает их. Но я единственный, кто получает его персональное благословение. Опрашивающий. И теперь он нашел от вас. Сбежал. Джефф. Да. Но он не сбежал. Должно быть, он преследует свои цели. Опрашивающий. А до этого он демонстрировал признаки такого поведения? Джефф. Нет. Совсем нет. Я не знаю, почему он так поступил. Но у него были свои причины. Мы не можем знать, о чем думает тот, кто знает, как лучше для нас всех. Опрашивающий. И это поклонение вам чем-то помогало? Джефф. Большой Чарли не отвечает всем страждущим. Он знает, что лучше для нас всех. Опрашивающий. То есть это значит, что нет. Джефф. Как вы смеете сомневаться в Большом Чарли? Он знает, как лучше для нас всех. Я все сказал. Я не собираюсь отвечать на такие вопросы. Опрашивающий. Эй, мы не закончим, пока я не скажу. Сядь обратно. Джефф. Выпустите меня. Мне надо увидеть Большого Чарли. Я хочу знать, что он в безопасности. Опрашивающий. Мистер Файн, сядьте. Джефф Файн пытается перевернуть стол в комнате интервью. Джефф Файн парализован присутствующими охранниками. Опрашивающий. Боже мой, конец протокола. Конец протокола. 1 час 34 минуты. На данный момент считается, что Джефф Файн поклонялся SCP-4158 не из-за какого-то аномального эффекта, потому как изучение персонала после работы с SCP-4158 не выявило склонности к каким-то аномальным ритуальным практикам. На данный момент нет причин не доверять чему-то из сказанного. Рабочие, а также коровы, которые находились в бойне квартала мясника на тот момент, были обработаны амнезиаком класса Е. Бойня квартала мясника была закрыта под предлогом нарушения законов о здравоохранении. Сотрудники были арестованы за соответствующие нарушения. Личность человека, продавшего Джеффу Файн на беременную корову, которая родила SCP-4158, не установлена.